Друзья, я вначале процитировал текст, что наша брань против властей. Само слово против властей говорит о том, что определенные духи злобы поднебесной, они имеют определенный статус вот в духовной сфере и наделены определенной властью. Они имеют определенную власть, то есть против властей и против начальств. То есть там есть и начальство вот среди всех этих духов злобы поднебесной. Друзья, второе, на что хочу обратить внимание, это то, что дьявол умеет творить чудеса. Это мы находим в Библии. Например, в Египте, когда Моисей появился перед фараоном и бросил жезл, и его жезл превратился в змея. Фарон позвал волхвов египетских, они бросили свои жезлы, и их жезлы тоже превратились в змеев. Друзья, я понимаю, что это не было просто иллюзия, скажем, какие-то галлюцинации, или, скажем, уведение. Это было действительно так. То есть волхвы египетские сделали то же самое, что сделал Моисей. Братья и сестры, когда Моисей взял свой жезл и простер на воды, и вода превратилась в кров. И написано, что волхвы египетские своими чарами сделали то же. То есть они это сделали не силой Божией, они своими чарами сделали то же. И последующие чудеса, их там было несколько, ну скажем, жабы, волхвы египетские имели способность жаб выводить, и еще там что-то, друзья. Но был определенный момент, когда они уже больше не смогли ничего сделать. Кажется, это были пёси и мухи. Что Моисей сделал так, что с силой Божией, что пёси и мухи появились, или мошки, а волхвы египетские, попытались это сделать, и у них уже не получилось. Но все предыдущие чудеса они точно так же делали. Друзья, это говорит о том, что дьявол умеет творить чудеса. И не только дьявол, слуги дьявола тоже умеют творить чудеса. Например, я прочитаю Евангелие от Матфея, 7 глава. Написано так. Братья и сестры, что мы здесь считаем? Есть некоторые христиане, считают, что если тот или другой человек исцелил, скажем, ну какой-то сверхъестественной силой кого-либо исцелил, или какое-то чудо совершил, то это обязательно от Бога. Совсем нет. Мы бы здесь прочитали, что многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы многие чудеса творили. Многие чудеса. Это не просто определенный вид чудес, это различные чудеса. И даже мы здесь считаем, и бесов изгоняли. И пророчествовали. Вот здесь три вида, друзья. Пророчествовали, изгоняли бесов и творили многие чудеса. Не твоим ли именем? То есть, когда эти чудеса совершались, употреблялось даже имя Иисуса Христа. Может быть, это были люди, которые раньше были верующие, изгоняли бесов и чудеса творили, а теперь они оказались неверующими. Совсем не так. Иисус Христос говорит, тогда я объявлю им, я никогда не знал вас. Друзья, в одном тексте есть, не знаю вас, откуда вы. То есть, на сегодняшний день я не знаю вас, но, может быть, я знал вас раньше. Это, кажется, о неразумных девах идет речь. А здесь написано, я никогда не знал вас. И 10-20 лет назад эти люди не были детьми Божьими. Но они творили чудеса. Кто же это такие? В этой же главе немножко выше написано. 15-й стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Вот о ком здесь идет речь. То есть, лжепророки, они имели способность совершать некоторые чудеса. Или будут иметь способность. Братья и сестры, когда мы читаем книгу Откровения, и там речь идет об Антихристе, там тоже написано, что он будет совершать различные чудеса. Ясно, что это не Божья сила. Ясно, что это будет личность, обладающая силой дьявола, и она будет совершать чудеса. Друзья, мы встречаем в Священном Писании, ну, например, еще такие личности, как, скажем, волшебница в Аэндоре. Когда Саул испытывал определенную проблему, его окружили войска, и он не знал, что делать. Он задавал Богу вопрос, и Бог молчал. Он тогда говорит, сыщите мне волшебницу. Когда он уже оказался лицом к лицу с волшебницей, он попросил, выведи мне Самуила. И волшебница, она смогла совершить чудо. Значит, друзья, люди, которые обладают силой дьявола, они могут совершать чудеса. Был такой человек, звали его Симон Волхв, это в Самаре. Написано, он изумлял людей волхвованиями. То есть, совершались определенные чудеса, и люди изумлялись. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание, это то, что дьявол может погубить человека. Кстати, я здесь скажу, хотя понимаю, что не все так понимают, но все-таки скажу, друзья. Вот эту фразу, которая может и душу, и тело погубить в гиене, я понимаю, что это относится к сатане. То есть, дьявол может погубить человека. И еще, братья и сестры, я уже буду переходить к более основной теме нашей беседы. Это то, что дьявол может иметь доступ к верующим. Я прочитаю 2-е послание к Тимофею, 2-я глава, 26-й стих. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Я не прочитываю, друзья, весь контекст, потому что немножко длинный отрывок надо читать. Но здесь речь идет о том, что дьявол может определенных людей уловить в свою сеть. И написано, что задача служителя Божия, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Друзья, вот эта фраза, который уловил их, говорит о том, что было время, когда они не были уловлены. Но теперь он их уловил в свою волю. Что значит уловил в свою волю? То есть, дьявол определенных людей может подчинить себе. И эти люди начинают выполнять не Божью волю, они начинают выполнять волю дьявола. Это значит, уловил их в свою волю. Братья и сестры, дьявол ищет, чтобы погубить человека. И он очень хитро расставляет свои сети. Очень хитро. Написано, по хитрому искусству обольщения. То есть, дьявол искусный враг. Он имеет громадный опыт обольщать людей. И у него это зачастую получается неплохо. Я помню, как-то наблюдал. Еще мальчиком был. Да и не только мальчиком. Наблюдал, как паук делает свою паутину. И сам он прячется. Вот паутину он свил, а сам спрятался в уголке. И я замечаю, в паутину попадает муха. Братья и сестры, что делает паук, когда в паутину попадает муха? Ничего он не выскакивает. Он сидит в уголке. Муха начинает биться, трепыхаться. И сильно-сильно паутина вся вот так колышется. Паук сидит спокойно. Он сидит спокойно. Проходит время. Я терпеливо наблюдаю. Муха слабей, 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 слабей. Потом иногда вздрагивает. Силы у нее больше уже нету. Паук спокойненько оттуда выходит. И уничтожает свою жертву. Друзья, я удивляюсь, как такое насекомое, оно обладает вот, ну, такой вот хитростью. Друзья, дьявол обладает тоже хитростью. Он расставляет свои сети, чтобы туда попал человек. И он сразу не уничтожает человека. Он не уничтожает. Когда человек ослабевает духовно, тогда уничтожить его становится уже очень легко. Братья и сестры, о сатане сказано, что он ходит как рыкающий лев. Скажите, зачем он ходит как рыкающий лев? Ища кого поглотить. Обратите внимание, друзья, есть две личности, которые ищут человека. Что это за личности? Это Иисус Христос. Написано, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слово взыскать, значит искать. Иисус Христос ищет. Мы псалмы поем, ищет тебя, ищет тебя. Жаждет Господь спасти тебя. Друзья, дьявол, он тоже ищет человека. И тоже ищет усердно. Он ходит как рыкающий лев. Он хочет найти человека, но не для того, чтобы спасти, но чтобы человека погубить. Братья и сестры, посредством чего человек может попасть в сети сатаны? Вот я об этом сейчас буду более подробно с вами говорить. Посредством чего верующий человек может попасть в сети дьявола? Во-первых, друзья, посредством различных книг. Во-первых, оккультных книг, оккультного содержания. И не обязательно оккультного содержания, и даже художественных книг. Друзья, вообще оккультизм это область, которая интересует очень многих. Вот я заметил, что здесь по Америке ездят машины с такими черными флажками небольшими. Но я поинтересовался, что это такое. Мне говорят, что здесь очень сильно развито движение сторонников сатаны, то есть сатанизм. И я слышал такое, и там я в России в газете читал. Кстати, у нас это тоже сейчас очень сильно распространяется. Что очень многие люди, они не зная, что это такое, просто проявляют обычный животный интерес. И начинают соприкасаться с этим. Они хотят найти какие-нибудь книги, черную или белую магию, или что-нибудь еще. Иногда оккультные статьи появляются все чаще в газетах, или в журналах. Иногда даже рекламируются вот такие различные учения. То есть, братья и сестры, мы должны очень быть осторожными с тем, что мы с вами читаем. Мы с вами уже говорили, что человек живет всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дьявол, он хочет сделать подделку. Но я бы сказал, что черная магия – это не подделка. Это не подделка. Есть белая магия, которая подделка. Ее у нас продают в поездах, продают в автобусах, продают в киосках. Ну, белая магия считается, что это что-то доброе. Делать добро людям, лечить людей и так дальше. Или можно самому исцелиться. И люди начинают читать. Друзья, через чтение книг или статей оккультного содержания, человек может попасть под влияние дьявола. То есть, попасть в эту дьявольскую паутину. Мы должны быть очень осторожными, что мы с вами читаем. Я встречал такую ситуацию, когда одна девушка прочитала книгу «Мастер и Маргарита». Это известная книга очень в России. Думаю, что вы тоже слышали такое название. В свое время это была запрещенная книга, автор Булгаков. Потом, когда произошла перестройка в России, вот в Советском Союзе, то она стала доступна, стали читать. Одна девушка прочитала эту книгу, и она очень подпала под тяжкое бремя, вот оккультная обремененность. И с большим трудом она смогла от этого освободиться. Братья и сестры, я вообще советую книги художественные не читать. Возможно, кто-то это слышит с улыбкой. Ну почему? Разве это плохо? Надо, наоборот, много читать, чтобы развивать себя, и чтобы нам легко было общаться с людьми. Братья и сестры, у нас сейчас достаточно книг христианских. Книг, которые издает и наше братство, и не только наше братство, но бывают книги неплохие. Духовное содержание книги, которые можно читать, но читать все подряд, как некоторые говорят, я все подряд читаю, можно причинить большой вред себе. Даже книги религиозные. У нас раньше была такая вот брошюрочка, там был список книг, которые имеются в нашем братстве. Конечно, возможно, там не все книги были, но там была классификация книг. Книги хорошие, духовные, или, скажем, полезные, или малополезные. Были книги, которые назывались «Заблуждения», книги для служителей, братья и сестры. Ну, сейчас этого списка нет, но все-таки, когда вот этот список был, я для себя делал вывод, что не каждый верующий может читать ту или другую книгу. Некоторые книги, на первый взгляд, кажутся даже и неплохие, они могли бы быть для верующего человека вредными. Я не буду сейчас эти названия говорить, но даже книги по оккультизму не все можно читать. Ну, скажем, вот «Открытые глаза», возможно, вы встречали такие книги. Эти книги не очень полезны для рядовых верующих. Эти книги могут быть очень полезными для служителей, но для рядовых верующих не очень полезны. Или, например, даже вот книги таких авторов Нил Андерсен встречали, возможно. Или, скажем, Дерек Принс, Озборн. То есть, друзья, многие из этих авторов, они не нашего даже течения, но пишут книги по оккультизму, как бороться с дьяволом, с духами и все. В общем-то, тематика интересная для верующих. Но я бы сказал, друзья, я бы не советовал так вот нам читать все эти книги подряд. Может быть, даже с тем, чтобы решить наши проблемы. Я понимаю, что это книги для служителей. И поэтому мы должны быть осторожными в выборе книг, которые мы читаем. Если ты не знаешь, что это за книга, посоветуйся с опытными верующими, стоит эту книгу читать или нет. Через что еще человек может подпасть под зависимость с духами зла? Это гадание. Почему я об этом хочу сказать? Вроде бы мы верующие, и как будто бы мы даже и не знаем, что гадание – это грех и что это плохо. Потому что в Библии об этом очень много написано. Я, братья и сестры, вот на что обратить внимание хочу. Скажем, ну, как будто безобидные формы гадания. Ну, скажем, цыганке ручку подставить. Вот дети, бывало такое, на вокзалах или где-то. Дай мне пять копеек, я тебе погадаю. Зачем я об этом говорю, друзья? Потому что очень многие вот с этим соприкоснулись. Подумаешь, подставить руку. Все равно она неправду скажет. Мы обычно этому не верили, что по руке можно определить будущее и что-нибудь еще. Обычно не верили. Я этому тоже не верил. Друзья, и все-таки этого делать нельзя. Я не знаю, может быть, в Америке цыганей нет, может, они только в Европе. И тоже гадают по руке. Очень я доволен, что здесь есть молодежь и даже дети. Нельзя этого делать. Подставить руку кому-нибудь погадать. Даже своей подружке. Потому что иногда вот люди что-то почитали, ленее понимают и смотрят друг друга и пытаются что-то угадать. Друзья, это опасные игры. Опасные игры. Вспомните свое детство, когда вы по ромашке говорили, любит, не любит, отрывая один лепесток за другим. Или находили в веточке сирени вот с пятью лепесточками, чтобы съесть и загадать какое-то желание. Братья и сестры, это тоже грех. И этот грех тоже называется оккультизм. Этим заниматься нельзя. Это тоже гадание. Это тоже гадание. И я понимаю, что если в нашей жизни что-то имело место, в общем-то, друзья, понимаю, что в этом нужно каяться. И мы должны быть уже на страже, чтобы такого никогда больше не допускать. Если даже тебя интересует, любит тебя или не любит, ни в коем случае нельзя допускать гадание. Лучше подойди к служителю и спроси у него, если тебя интересует этот вопрос. Есть некоторые верующие, увлекаются астрологией. То есть они следят за таблицами по газетам. И определяют, кто где родился, под какой звездой, и все прочее. И определяют свое будущее. Друзья, сейчас есть еще новый способ гадания. Это по компьютеру. В компьютер закладывается программа, данные человека, когда он родился, и все остальное, некоторые еще его данные. И определяется потом будущее. Компьютер уже научился гадать. Братья и сестры, это делать нельзя, это грех. Этот грех также относится к оккультизму. Этим заниматься нельзя. Особенно я просил бы побеседовать со своими детьми, братья и сестры, потому что детей здесь мало. Наши дети учатся в школе. Наиболее распространенное место, где часто бывает гадание, это школа. Дети гадают в школе. Часто молодежь в этом признается, и даже дети, что собираются и делают какие-то попытки, книги, ножницы, блюдца и все прочее. Даже иногда откровенно занимаются спиритизмом. И очень по-серьезному. И бывает даже, что по-настоящему это получается. Некоторые верующие, я встречал, говорят, я в этом не участвовал, я только стоял, смотрел. Братья и сестры, даже стоять и смотреть, когда этим занимаются, нельзя. Удаляйтесь от такого общества, где занимаются чем-то оккультным. Даже там присутствовать не следует. Некоторые думают, я буду здесь присутствовать для того, чтобы ничего не получилось. Братья и сестры, не надо этого делать. Лучше удаляться. Лучше сказать, прекратите этим заниматься. Я вам советую этим не заниматься. И удаляться от такого общества. Братья и сестры, это очень опасно, если верующие будут этим заниматься. Что еще хочу сказать? Ну, как будто явление безобидное. Суеверие. Что такое суеверие? Это пустая вера. Ну, как это происходит? То есть люди верят в какие-то приметы. Ну, скажем, там метеорит упал, или одновременно два метеорита упало, что-то там они уже вот из этого делают какие-то выводы. Бабка с ведрами перешла. Ну, хорошо, у вас с ведрами не ходят, похоже, по улицам, а только ездят на машинах. Друзья, у нас иногда бывали такие вещи до смешного. До смешного. Потому что люди очень многие верят всяким приметам. Один был такой случай, ехали люди такого сомнительного рода занятий. То есть все стриженные на большом черном мерседесе, самым дорогом. И жалкий черный котенок перебегает дорогу. А их пять человек. Они останавливаются, гоняются за этим котенком, поймали и перебросили его на другую сторону, а потом только поехали. То есть люди верят в всякие приметы. Друзья, эти всякие вот приметы повыдумывал сатана. Я понимаю, если мы верим всяким приметам, это мы верим сатане. Кстати, я могу сказать, что бывает, сбывается. Кот дорогу перешел или что-то еще, метеорит упал или еще что-то, и человек этому начинает верить. Друзья, если он этому верит, то может исполниться. Это сделает дьявол, чтобы мы верили еще больше. Если мы начинаем верить сатане, он в нашей жизни начнет проявлять какую-то свою заботу о нас. Заботу в кавычках. Братья и сестры, мы помним, падение Адама и Евы было. Ева поверила сатане больше, чем Богу. Но я не хотел бы даже сравнять больше или меньше. Сатане верить нельзя. Я с некоторыми верующими беседовал, у которых не все в жизни бывает хорошо и гладко. И они говорили, я еще в молодости поверил какому-то волшебнику, деду или бабке, вот он мне вот так вот сказал, и все в моей жизни сбывается. Друзья, это значит верить сатане. Я так понимаю, что в такой вере нужно каяться. Нужно верить Богу и поклоняться Богу. Суеверие это тоже грех. Некоторые христиане, я встречал, друзья, я все говорю, что среди верующих. Вот что-то сделал, и говорит, тьфу-тьфу. Вы поняли, о чем я сейчас веду? Что такое, ну, как будто сплюнуть, чтобы не сглазить. Вот что ты сказал, и вот такое. Братья и сестры, это тоже суеверие. Это делать нельзя. Хотя я знаю, друзья, моя мама так всегда делала, когда за ребенка что-то или как-то, вот она так сплюнет, сплюнет, она была член церкви с 50-летним стажем, и она вот это делала. Начали вести беседы на эти темы, потом они каялись в этих всех грехах. Но в свое время они верили. Верили во всякие приметы. Это плохо, и это неправильно. Это неправильно. Или, скажем, сажать огород. Вот говорят, там лунный календарь и все прочее. Сегодня посади, будет неудачно. Завтра или послезавтра будет удачнее. Многие верующие говорят, это все правильно. Это Бог сотворил, и луну, и полнолуние, и все остальное, и надо придерживаться. Друзья, лунный календарь, я понимаю, что это тоже суеверие. Не надо этому верить. Надо огороды сажать тогда, когда мы имеем свободное время, и когда пришло время, весна, и тогда надо сажать. То есть, я думаю, друзья, что если мы что-то в своей жизни такое замечаем, то от этого нужно освобождаться. Что еще, друзья, скажу? Это ворожба и колдовство. Ну, такого беззакония, мы скажем, мы не делали. Друзья, а я здесь на этот счет вот что скажу. Может быть, и делали. Лечиться у бабок. Это самое настоящее колдовство. У бабок, у дедов, которые, ну, пошептал, а иногда говорят, а он же не шепчет, он только там массажиры, только на расстоянии, бесконтактный массаж или что-нибудь такое. Братья и сестры, это все ворожба. И колдовство тоже. Этим заниматься нельзя. Друзья, друзья, я бы даже здесь немножко расширил. Сейчас люди в поисках здоровья идут на все. Идут на все. В одном городе было такое объявление. Большие плакаты развесили. И написано, колдун, такой-то, такой-то лечит людей. Приходите исцеляться. Так и написано, колдун. Можно было думать, что туда никто не пойдет. Вы знаете, друзья, проходу не было. Улицы были запружены. Народ туда шел. Мы говорили некоторым, что не надо, это уже колдун. Это будет вам большой вред. Людям безразлично, кто их будет исцелять. Колдун или волшебник, им все равно. Им все равно. Человек ищет здоровье. Друзья, есть сейчас нетрадиционные методы медицины. Лечение. Ну, скажем, гипноз. Лечиться у гипнотизеров нельзя. Это люди, которые связаны с сатаной. И я это могу легко доказать. Однажды к нам в город приехал один гипнотизер. Развесили плакаты разные. И там было написано, что такой-то, такой-то будет совершать евангельские чудеса. Ну, я и еще два человека со мной. Церковь наша молились. И мы были в посте. Мы решили туда пойти. Конечно, билетов не было уже за несколько дней раньше. Мы договаривались с начальством. И вот нас запустили. Мы сидели в зале и молились, друзья. И я вам скажу, он ничего не смог сделать. Ничего не смог сделать, потому что мы сидели и молились. И он был посрамлен. И потом уже люди кричали, требовали деньги вернуть и все прочее. Друзья, это говорит о том, что эти люди связаны с духами сатаны. С дьяволом. И если дети Божьи молились, он ничего сделать не мог. Это свидетельство того, что не имеем права, друзья, не должны мы лечиться в таких местах. Бывает, когда человек попадает в больницу и против его воли его начинают лечить, скажем, какие-нибудь гипнотизеры. Друзья, от этого нужно отказаться. Вплоть даже, если меня выгонят из больницы. Лечиться у гипнотизеров нельзя. Иногда верующие считают, ну я же верующий, оно мне не повредит. Я все равно буду присутствовать на этом сеансе. Друзья, я нахожусь, что так думать нельзя. Я считаю, что мы вообще в таком обществе не должны находиться. Кто-то думает, ну а зачем же вы тогда находились в зале, в том клубе, где был гипнотизер. Друзья, мы переживали за тех людей, которые сейчас подвергнутся сатанинскому воздействию. И постилась церковь, и мы тоже постились и молились. И Бог даровал победу. Что еще хотел бы я отметить. Иногда у нас спрашивают, лечиться у экстрасенсов можно или нельзя. Друзья, лечиться у экстрасенсов тоже нельзя. Их сейчас становится все больше и больше. Школы по обучению экстрасенсов, в институтах их учат. И сплошь и рядом. Братья и сестры, экстрасенсы это люди, связанные с дьяволом. Определенно. Я мог бы всякие случаи рассказывать, с которыми я лично встречался. Не буду рассказывать за недостатком времени. Но известны имена, скажем, Кашпировского, Чумака и прочих вот таких вот известных специалистов в этой области. Они вам тоже известны. Я только скажу, друзья, что мне приходилось сталкиваться с людьми одержимыми. Которые стали одержимыми после сеансов Кашпировского. Одержимыми в самом прямом смысле слова. Даже если они смотрели через телевизор. Или даже, друзья, ну просто испытывали другие проблемы, очень серьезные в своей жизни. Потому что они наблюдали эти сеансы. Поэтому мы и предостерегаем, друзья, что хорошо, если в наших домах телевизоров нет. Потому что таких специалистов и здесь в Америке еще будет много. Специалистов кого-то полечить. Мы не должны к этим людям обращаться. Сейчас вот говорят, бесконтактный массаж. То есть руки на каком-то расстоянии от тела человека. И вот этот врач массажирует человека на расстоянии. Друзья, это то же самое. Человек связан с силами дьявола. Лечиться у таких людей нельзя. Я бы даже чуть больше сказал, друзья. У нас спрашивают иногда, скажем, по иглоукалыванию, точечный массаж и прочее. Это то, что верующие многие подпадали, друзья. То есть не зная, что это такое. И в поисках здоровья они отдавали себя вот этим людям, которые их таким образом лечили. Я, друзья, беседовал с одним известным очень на Кавказе специалистом в области массажа точечного и иглоукалывания. Он уверовал, друзья. Он уверовал, его Бог вырвал из этих пут сатанинских. И даже уже будучи верующим, он испытывал проблемы определенные в своей духовной жизни. Он нам много рассказывал, как это все происходит. И эти книги он много читал. То есть этим заниматься не нужно нам, верующим. Не нужно. Потому что тоже можно подпасть под влияние нечистых сил. Друзья, у нас сейчас очень много пишут по гомеопатии, гомеопатические средства, таблетки. Я не готов утверждать, что все такие таблетки имеют вот такое оккультное влияние. Но я бы не советовал лечиться такими таблетками. Потому что то, что в определенных аспектах эти способы лечения подвержены оккультизму, то это точно. Это точно, друзья. Я встречался с людьми, которые работают в данном случае, но это немножко не гомеопатия, а фирма называется Гербалаев. Наверное, вы слышали, да? Друзья, я встречался с людьми, которые в этой системе работают. И они рассказывали, как это у них все происходит. Друзья, самый настоящий оккультизм. Самый настоящий оккультизм с оккультными песнями, с оккультными танцами и с оккультным посвящением себя каким-то духом. Хотя написано очень красиво, что вот там в горах Тибета, на Гималаях собирают траву, все это смешивают, и хорошие таблетки получаются от сердца, и там по гинекологии, или для общего тонуса повышения. Братья и сестры, нельзя этим лечиться. И вступать в такие общества, даже чтобы распространять этот Гербалаев, нельзя. Поэтому я бы сказал, друзья, что даже если мы испытываем определенные нарушения в здоровье, все равно мы должны быть осторожными, чем мы лечимся и кто нас лечит. А еще лучше, я всегда советую, пригласить пресвятеров, и пусть пресвятеры помажут елеем и помолятся над больным. Конечно, вам придется сначала исповедаться, и это очень хорошо. Вы пройдете очищение, вот без такого организованного порядка в церкви. Но это самое лучшее, что можно сделать, если мы болеем, братья и сестры. Позвать пресвятеров, и пусть нас елеем помажут. А такие вот методы, как я сейчас рассказываю, то их применять не нужно. Братья и сестры, человек может подвергнуться оккультному влиянию через музыку. На наших членских собраниях этот вопрос возникает почти на каждом собрании. Но по-серьезному мы об этом не говорили. Друзья, но есть музыка, которая влияет на дух человека. А я бы даже сказал, что любая музыка влияет на дух человека. И поэтому мы должны разбираться, что мы слушаем. Какую музыку мы слушаем. Братья и сестры, я нахожу, что мирскую музыку слушать нельзя. Даже если она не с магнитофонной кассеты звучит, а если она звучит по радио. Кстати, здесь есть в Америке некоторые конфессии или союзы церквей, которые даже радио слушать не хотят. Когда я с ними беседовал, я был у них и с ними беседовал, я говорю, ну понятно, телевизор, видео, это все хорошо. Магнитофоны даже, там музыка плохая. Но радио, они говорят, и по радио часто звучит скверная музыка. И скверные вещи по радио рассказывают. Поэтому я бы даже не советовал, друзья, частенько радио включать, чтобы послушать. Там мы можем послушать что-нибудь плохое. Братья и сестры, у дьявола есть своя музыка. У него есть свои музыканты. У него есть свой стиль музыки. То есть стиль оккультной музыки. Эта музыка разрушает дух человека. Друзья, через такую музыку он будет делать то, что он разумом не хочет делать. Друзья, я читал и с людьми встречался, которые бывали на концертах таких сатанинских групп, когда во время концерта люди начинали бесноваться. Были случаи, что музыка побуждала людей убивать друг друга. Или музыка побуждала людей к насилию. Или заниматься развратом здесь же в зале. Это сатанинская музыка. Друзья, мы не сможем разобраться, где музыка сатанинская, а где не сатанинская. Я нахожу, что мирскую музыку слушать нельзя. У нас иногда спрашивают, а классическую музыку можно слушать? Ну, классическая музыка обычно спокойная, красивая. Там нет джазовых элементов. Обычно нет, в смысле, там очень жесткой ритмичности. Братья и сестры, я скажу, что многие авторы классической музыки, они были служителями сатаны. Ну, например, известный скрипач Паганини, он поклонялся сатане. Моцарт, он был масоном. Они писали или производили музыку. И понятно, друзья, что эта музыка, она может влиять на дух человека, даже если она спокойная. Поэтому я, в общем, держусь в такой позиции. Друзья, мирскую музыку слушать нам нельзя. Христианская музыка. Ну, так называемая христианская. Вы знаете, друзья, я вот на некоторых машинках ваших поездил, и я обычно кассетки слушал. Ну, не всем, чтобы изучить. Простите меня, я не хочу, чтобы я сел в вашу машину, и вы прятали свои кассеты. Я, в общем-то, люблю музыку. Но иногда я встречал кассеты сильно плохие. Ну, записи такого джазового направления, это, мне кажется, в каждой машине у вас. Может быть, только у двоих-троих такого нет. А так, наверное, в каждой машине. Давайте будем беречь наш дух от скверной музыки. Проверим, какие у нас записи, диски или кассеты. И все плохое надо убрать. Надо убрать. Если мы думаем, что у меня есть сила воли, я не буду эту кассету слушать. Вот, друзья, эту кассету могут послушать наши дети, и будет очень плохо. У нас в Краснодарском крае, я знаю, два случая, когда через слушание кассет, через слушание музыки, люди сделали содержимыми. Одна девушка и один юноша. Девушки помогли, юноши пока не помогли. Поэтому, друзья, пусть Бог поможет, чтобы на наших записях, на магнитофонах была действительно музыка христианская. Братья и сестры, следующее, подвернуться оккультному влиянию мы можем через телевизор и через видеозаписи. Я об этом говорил в течение, наверное, минут сорок, я об этом говорил, повторяться не хочу. Я вам хочу прочитать одну статью. Друзья, не очень длинно, я думаю, что минуты за три я прочитаю. Вы знаете такого проповедника Виктора Гамма? Все знаете. Кажется, он живет где-то здесь, в Канаде. Он часто бывает в России. Я тоже лично бывал на его проповедях, слушал его. В общем, друзья, проповедник, он неплохой. Он на Новый год в Россию письмо прислал верующим, баптистам, живущим в России. Я вам эту письмо, выдержку из этого письма прочитаю, короткую выдержку. Дорогие друзья на моей родине. Родина, да, это место, где стояла моя колыбель. Где моя милая мама оказала нам первую любовь. Ее молитвы и нежный голос пения. По милости Божией мы живем, желаем и вам всего наилучшего. Новый год шагает вперед, и мы следуем за ним. Да, мы живем в очень важное время. Слово Божие исполняется на глазах. Сегодня немного хочу написать о некой небывалой силе в мире. Это не военная техника, не атомная энергия, не бушующие волны океана, не пламя огня, но гораздо более сильное. Это телевизор. Говорящая картина. Откровение 13.15. Я знаю, что некоторые будут возражать на мой труд, но это их дело. Через глаза людей грех вошел в сердца Адама и Евы. Из всех информаций, которые заходят через пять дверей в сердце человека, 83% через глаза. Ввиду этого псалмопевец говорит. Возвожу очи макгорам, откуда придет помощь моя. Псалом 120. Похоть очей. 1 Иоанна 2.16. Телевизор – это модерная ветвь к блудодеянию и идолослужению. Через этот инструмент сатана приготовляет путь для Антихриста. Телевизор – это школа, институт, который выращивает убийц. Например, в ФРГ в течение недели показывают 416 убийственных программ. Многие христиане говорят, мы смотрим только последнее известие. Это ложь, потому что сатана успел уже между известиями засунуть свои сатанинские картины. Телевизор возбуждает страсть и похоть к самым ужасным преступлениям. Сын в азарте убил свою маму. Отец изнасиловал свою дочь. Юноша разбил ряд автомашин. И еще многие другие примеры я мог бы вам перечислить. У меня есть многие книги, брошюры, журналы, листки, которые написали ученые, врачи, учителя, историки, да и западные проповедники. Все они убедились в том, что через этот аппарат сатана взял в плен миллионы людей, в том числе и верующих. Один пастор во Франции мне рассказал. Наша церковь насчитывала 400 членов, а когда пришел телевизор, осталось только 40. Это идолослужение совершается даже в церквах. Сперва видео, потом видеофильмы, а вслед телевизор. Вначале христианское. Постепенно доходит до мирского. И недолго после этого и до дьявольского. Передо мной листок от ученых. Телевизор это занятие колдовством. Телевизор это идолопоклонство. Телевизор это масса воспитания для ада. Телевизор это канал, по которому чародейцы могут в одну секунду пленить миллионы сердец. Телевизор это источник нечистой воды. Из этого источника не может изливаться соленая и сладкая вода. Я не слышал, чтобы через телевизор грешник пришел ко Христу. Но наоборот, многие христиане становятся грешниками. Телевизор это душегубитель. Так же и тело от него слабеет. Телевизор это доморазрушитель. Разводы, скандалы, блудодеяния, детоубийства. До 50 миллионов детей в год убивают в утробе матери. И к этому толкает телевизор. Телевизор это хитрый вор, который обкрадывает сердца миллионов христиан. Драгоценное время. Некогда читать Библию. Оставляют собрания. Ничего не делают для церкви, для погибшего мира, для семьи. Люди становятся замкнутыми в доме. Читайте 2 Моисея 24. Слушайте Слово Божие. Откровения 2 и 3. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам. У кого есть телевизор, выбрось этот идол сегодня. Из одного письма из Швейцарии. Ответ на мой проповедь. Ты помнишь историю с телевизором? Мы его выбросили. И этот семейно убийственный ящик никогда больше не возвратится в наш дом. Аминь. Это только маленькая часть на эту тему об уничтожении доброты человека. Фабрикуется всемирная религия. Папа Римский подаст руку стране севера. А мира нет. На этот раз об этом хватит. Мы по милости живем. Имеем все необходимое для жизни. Труд совершаем по силе и возможности. Нужно как можно больше делать. Особенно в настоящее время. Потому что не знаем, что будет завтра. Братья и сестры, это человек вам ближе, чем нам. Он здесь живет недалеко в стране Запада. Нам иногда вот из-за границы говорят, вы здесь не живете, у вас не так, как у нас. У нас по-другому все должно смотреться. Друзья, я почему это прочитал? Потому что здесь написано, что колдовство, ворожба, чародейство, сатанизм проникают в сердца людей через телевизор. Я по этому поводу больше не буду ничего говорить. Друзья, религия. Дьявол может опутать человека паутину через религию. Сейчас появляются новые религии и старые религии. Скажем, особенно опасные восточные религии. Многие из молодежи, из христианской молодежи, и это их интересует, скажем, йога, или, скажем, Кришна, ну и что-либо подобное. Медитации, вот это все имеет элементы, присущие восточным религиям. Друзья, этого мы не должны делать. Соприкасаться с религией опасно. Через религию дьявол может опутать умы людей. И даже больше того, он может полностью завладеть человеком. Друзья, ну от нас кажется это далеко. Мы не занимаемся йогой, про Хары Кришну не читаем. Пусть Бог благословит, чтобы мы держались в четкой позиции в наших убеждениях. Это очень правильно. Братья и сестры, что еще я по поводу религии хочу сказать. Не знаю, как у вас, у нас сейчас преподается медитация в школах. То есть дети изучают иностранный язык через медитацию. Все вы знаете, что такое медитация, да? Человека с помощью музыки и всяких вот оккультных воздействий вводят в состояние транса. То есть он отключается. И ему начинают преподавать, скажем там, английский язык или что-нибудь еще. И он усваивает очень хорошо. Все, что ему говорят, он запоминает на сто процентов. На сто процентов. Один верующий человек из Америки, это мой друг. Он мне позвонил по телефону и говорит, я не знаю, что делать. Я не знаю, как мне быть. Потому что мои дети приходят со школы и говорят, что нас обучают новым способом. Детей заставляют ложиться на пол, на спину. Включают специальную музыку. И они под эту музыку засыпают. А потом приходит какой-то дядя и начинает преподавать урок. Дети, вся аудитория спят. И этот дядя начинает преподавать. И когда дети просыпаются, они все хорошо помнят. Им потом не надо делать домашнее задание. Они на сто процентов усвоили этот урок. Друзья, это мой друг. Он сейчас живет уже в России. Вот по этой причине он отсюда уехал. Он боялся за свои детей и уехал. Но это, друзья, штрих, это не политика. Друзья, это я говорю об опасности. Об опасности, чтобы вы спрашивали ваших детей, как их обучают в школах. И кто, чтобы они не подпали под какое-то вредное влияние. Вот таких вот, ну, религиозного воздействия. Друзья, и последнее, это нецеломудренная жизнь. Через нецеломудренную жизнь дьявол тоже может оказать вредное влияние на людей, на верующих. Братья и сестры, какой путь к освобождению? Я прочитаю только один текст Священного Писания. 19 глава, Деяния Святых Апостолов. Братья и сестры, иногда нам говорят, исповедание не нужно в беседе человеку. Не нужно. Богу надо только исповедовать. Мы здесь считаем, многие из уверовавших приходили и исповедовали свои дела. Друзья, это было в Ефесе. Ефес это был город, начиненный оккультизмом. Там очень многие люди колдовали и ворожили, читали магию и всякие дьявольские книги. Друзья, именно в этом городе было большое исповедание. Люди уверовали, покаялись, они к Богу обратились. И тем не менее, они приходили к апостолам и исповедовали свои грехи. То есть, путь к освобождению, во-первых, это исповедание. Во-вторых, друзья, это уничтожение оккультных предметов. Собрали свои книги и сожгли их. И на большую сумму сожгли. Не стали продавать. Их уничтожили. Братья и сестры, вспомните, когда Иаков закопал. Все эти вещи, если мы с чем-то соприкасались, даже там книги плохие, их надо сжечь. Ко мне однажды приехала одна женщина, у нее были проблемы. Она Рериха читала там Блаватскую, и у нее были духовные проблемы. Дьявол на нее очень сильно нападал. Она приехала ко мне попросить помощи, чтобы я ей помог. Она у меня жила несколько дней, и она у меня на книжной полке нашла книгу «Семь дней в Гималаях». Автор Рерих. Вы знаете, она настолько удивилась, что у меня в доме такая скверная книга. И я, братья и сестры, не читал эту книгу, я не знал, что откуда и из чего. Я знал, что такое Рерих, но как книга попала, я даже не знал. Друзья, но мне было очень стыдно, что в моем доме оказалась такая книга. Такие книги нужно сжигать, уничтожать, чтобы они не попали ни в чьи руки. Книги по йоге, по магии и по всему в наших домах не должно быть. Или даже книги типа «Мастер» и «Маргарита» не должно таких книг быть в нашем доме. Братья и сестры, и последнее вот здесь написано. «Противостойте Ему твердой верой». Победа над дьяволом посредством веры осуществляется. И еще знание Слова Божия наизусть. Иисус Христос дьявол говорил, написано. Он очень точно цитировал Писание. Друзья, мы будем более успешно одерживать победу над духами зла и победу в искушениях, если мы будем заучивать Слово Божие наизусть. И последнее, это пост и молитва. Написано, «Сей род уходит только от поста и молитвы». Братья и сестры, если мы будем больше молиться и поститься, то мы будем иметь более успешную жизнь. Я читаю место Священного Писания, и мы будем молиться. Псалом 61, 12. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Братья и сестры, я вот такие вот вещи страшные рассказал, и, может быть, кто-то даже подумал, ай-яй-яй, неужели все это настолько и так бывает. Братья и сестры, Христос сказал, «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью». На всякую силу вражью. Эту власть Иисус Христос дает верующим. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Бог своим детям дает силу побеждать лукавого. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша жизнь в действительности была жизнь победы. Аминь.